Мы живем на планете Земля. Здесь есть все условия, необходимые для жизни. А все это только благодаря атмосфере. Давайте разберемся, что же это такое, только не скучными лекциями, под которые можно легко заснуть, а быстро, просто и понятно. А теперь представьте, вот наша планета, земной шарик. Ну, не совсем шарик, а шарик приплюснутый из обоих полюсов, но речь не об этом. На нем лежит шуба, одеяло, колпак, бронежилет, чехол, в общем, называйте как хотите. Главное понимать, что это защитная оболочка нашей Земли, а называется она атмосферой. Атмосфера – это газовая оболочка нашей планеты, которая удерживается вокруг Земли царем-гравитоном или просто силой земного притяжения. Вообще, слово атмосфера состоит из двух древнегреческих слов. Атмос – пар, шар, и сфера – шар. То есть атмосфера – это шар из пара, который окружает нашу Землю. Атмосфера имеет большее значение, чем мы представляем себе. Она мало того, что подарила нам и всему на Земле жизнь, так еще и она защищает нашу планету от перегрева или переохлаждения, метеоритов, ультрафиолетовых лучей. Вот какая эта атмосфера – молодец. В нашей Солнечной системе у Солнца и других планет, конечно, кроме Меркурия, есть своя атмосфера. Просто везде она разная. У каждой свой химический состав и особенность. Но сейчас надо разобраться с нашей родной атмосферой. Главные составляющие нашей атмосферы – это азот и кислород . Оставшийся процент разделили между собой углекислый газ, аргон, гелий, неон, озон, метан, водород и другие газы. Кроме того, в воздухе содержатся водяной пар и твердые частицы, например, пыльца растений, пыль, кристаллики соли, примеси аэрозолей. Атмосфера напоминает слоеный пирог, который состоит из пяти слоев. Первый из них – тропосфера, что дословно означает изменение шара. Это самый знакомый нам атмосферный слой. Именно здесь и располагается кухня погоды. Из-за разницы температур здесь образуются ветра, облака, возникают циклоны и антициклоны. Тут содержится 80% общей массы атмосферного воздуха и почти 90% водяного пара. Это единственная часть всего состава атмосферы, которая дышит. Над экватором этот слой простирается ввысь на 16-18 км, а к полюсам становится тоньше, и там его толщина составляет 8-10 км. Кстати, летом тропосфера увеличивается, а зимой наоборот уменьшается. Следующий слой – стратосфера. В переводе с латыни это слово означает слой. Она находится над тропосферой и заканчивается на расстоянии до 50-55 км от земной поверхности. Именно здесь летают самолеты и воздушные шары, с которых можно насладиться красивейшим видом. В этом слое не формируется погода, поэтому отсюда можно спокойно наблюдать дождь или бурю в полной безопасности. Единственное природное явление здесь – серебристые облака, самые легкие и высокие. Стратосферу можно назвать домом озона, ведь именно здесь находится прослойка этого газа, которая защищает Землю от опасных ультрафиолетовых солнечных лучей. Откуда же взялась эта защитная оболочка? Ответ невероятен. Поднимаясь высоко по атмосфере, кислород контактирует с ультрафиолетовым излучением и вступает в реакцию. В итоге из обычного кислорода, которым мы дышим, получается озон. Парадоксально, но созданный излучением Солнца озон защищает нас от этого же излучения. Редактор субтитров А.Семкин